Ну а после детского праздника взрослые, представители городской администрации, департамента образования, директора школ и гости из других городов собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить все стороны этой программы по обеспечению школьников молоком. Какие в этом плюсы и есть ли сложности, узнавала Ирина Потехина. Ей слово. С 1 февраля более 12 тысяч ноябрьских школьников получают молоко. Для первой смены оно выдается в качестве второго завтрака, а для второй – это полдник. Ставку на молоко муниципалитет сделал по двум основным причинам. Первое – санитарные требования. Гласят, что детей в школе должны обеспечить двухразовым питанием. А вариант молоко плюс булочка, которую планируют добавить в скором времени, почти идеальное решение вопроса. Вторая веская причина – для растущего детского организма молоко ценнейшая вещь. А у ноябрьских школьников, как показывают медосмотры, проблем со здоровьем хватает. К тому же мониторинг мнения родителей и учеников, которые провели сотрудники департамента образования, показал, что абсолютному большинству идея с молоком пришлась по душе. За – высказались почти 90% пап и мам. Показатель по детворе немного скромнее. Практически 60% младших школьников отметили, что им очень нравится вкус молока, и они с удовольствием его пьют. 50% школьников среднего звена и старшеклассники, они отмечают, что вкус молока им нравится. Однако молоко, может быть, не всегда является их любимым продуктом, но они понимают важность и значимость этого продукта, и они считают, что его тоже нужно употреблять. Не любят молоко, по данным департамента образования, лишь 10% учащихся. Но все равно, говорят преподаватели, за компанию его пьют даже те, кто молоко вроде бы на дух не переносит. Тем более, что молоко, которое выдают ноябрьским школьникам, не простое, а почти что парное, да к тому же обогащенное полезными компонентами и йодом. Представитель компании «Тетропак» заверила, что особая технология обработки молока и уникальная упаковка позволяют им сохранить все ценное в напитке и не дают ему испортиться без использования каких-либо консервантов. В молоке сохраняются все те полезные свойства, которые практически мы можем получить от парного. Но парного так долго не хранится. Мы так посчитали с коллегой, получается, что в день мы поднимаем около 200 килограмм. 40 классов комплектов, 6 килограмм коробка. Покажи нам эти коробочки. Вот, на класс, сколько надо коробочек? В одной упаковке 27 коробочек. Получается, в среднем, как одна коробка на класс. Ежедневно выдавать молоко почти для тысячи человек. Такая вот дополнительная нагрузка на педагогов получилась. Но никто из работников школы на это не жалуется. Учителей больше волнует вопрос о совместимости продуктов. Это к тому, чтобы школьники не выпили молоко, например, во время обеда, где присутствуют огурцы. И еще это признают и педагоги, и учащиеся. Есть моменты, когда пачки школьного молока хулиганистые мальчишки и девчонки используют в качестве игрушек. Но это действительно единичные случаи. Большинство учеников от младшего до старшего звена с удовольствием заправляются молоком на переменках. Как отец троих школьников могу сказать, что действительно это большой плюс. Вот сегодня такой разговор в автомобиле. Я вез наших ребят, победителей и призеров Олимпиад разного уровня. И они смотрят на часы и говорят, а мы успеем получить школьное молоко. Молоко для нас стало еще одной частью жизни школы. И, наверное, когда мы выпустимся и уйдем, мы будем вспоминать об этом, как мы получаем молоко, как мы его делим, кто не пьет, у кого мы просим. Ну, не все, конечно, пьют молоко, но молоко все выпивается. Нравится очень всем молоко. Вкусное. Нам дают бесплатно еще и в школе. Вкусное очень. Молоко самое вкусное в школе. В следующем учебном году плановые медосмотры учащихся должны показать, насколько благотворно подействовала молочная программа на неокрепшие детские организмы. А пока же ясно одно. Город намерен и дальше поить школьников отборным молоком. А чтобы программа текла, как по маслу, и не давала сбоев за лето, департамент образования должен решить несколько проблемных моментов. Это найти помещение для складирования и хранения молока и позаботиться об утилизации пачек. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.